Первое международное обвинение в адрес России по вопросу Армении – следующий шаг. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что имевшие место на международно признанной территории Армении события раскрыли неспособность России выступать в роли арбитра, на которую она в исключительном порядке претендовала после войны 2020 года. Таким образом, в условиях публичной активизации западного вовлечения в Кавказском регионе подчеркивается арбитражная неспособность России. И об этом говорит член СБ ООН и сопредседателем ГОБСЕ Франция. В данном случае слова французского министра имеют особый вес, поскольку именно председательствующая в СБ ООН Франция инициировала после агрессии против Армении 13-14 сентября обсуждение в ООН, которые были сорваны Россией. Таким образом, слова французского министра звучат как прямое обвинение в адрес России, которое не способно к арбитражу не в силу немощности, а очень конкретных намерений. В противном случае Россия использовала бы площадку СБ ООН для продвижения своего арбитража и не стала бы его срывать. Это первое публичное обвинение в адрес России на международном уровне. Вряд ли Франция и другие страны не знают об истинных целях и планах России против Армении, где Москва не арбитр. А самое что ни на есть автор этих планов, который реализует их посредством вторжений. Прокси Турок. Предприняв агрессию 13-14 сентября, Россия форсировала реализацию этих планов. На фоне неудач России на украинском фронте они еще больше ускорились, хотя цель неизменна, после ухода РФ с Кавказа Армении не должно быть. Это становится достоянием уже более широких слоев армянского общества. В то же время пророссийский политикум и шпана, российская агентура в прозападной кипке и просто полезные идиоты приступили к мощной кампании с тезисами. Запад не может нам помочь, но хочет вытеснить Россию, у Армении нет альтернативы русско-турецкой схеме и прочих. Цель ясна и вытекает из русско-турецких планов, исключить любую альтернативу и шансы. Поможет Запад или нет, есть шанс или нет, эти обсуждения должны происходить в плоскости формирования собственной повестки Армении и заявки на международную роль. Шансы и возможности кроются там и в нынешней ситуации, как ни странно, для этого сложились особенно благоприятные предпосылки. Помощь, поддержка, партнерство возможно только при условии адекватности международной политики и реалиям. В качестве спойлера отметим, что мирная повестка, которую проповедует правительство гражданского договора, не является заявкой на роль. Активизация западного вмешательства, безусловно, связана с потенциальной ролью и факторностью Армении, как бы ни считали армяне себя никчемными и не мечтали, чтобы их оставили в покое. Вот где кроется политическая мысль и адекватность, вот где реальные шансы. Но это не тема для демагогии и разборок. Адресные оценки озвучены. Россия поставлена под прямую ответственность за агрессию против Армении. Следующий шаг за Арменией, за которым, хотим мы того или нет, последует вердикт. Субтитры создавал DimaTorzok